Сделать прививку от коронавируса жители Йошкаралы могут отныне и во дворце молодежи. Мобильный пункт здесь развернул столичный госпиталь ветеранов войн. Предварительные записи не требуются. Все, что нужно. Это хорошее самочувствие плюс паспорт и полис ОМС. Куда именно и во сколько подходить, расскажем в материале. Прививочный пункт во дворце молодежи развернули прямо на первом этаже. Предварительное анкетирование и сразу попадаешь на прием к врачу. Медикам здесь выделили отдельный кабинет. Все как в поликлинике, только без предварительной записи. То есть надумали сделать прививку от коронавируса сегодня, добро пожаловать в ДК. Как-то не выходило со временем, поэтому сегодня узнала я и сразу пришла. Я тут недалеко работаю, мне просто сказали, что можно подойти, мне очень это удобно. После работы никуда не нужно отрываться от работы, бежать. Поэтому я пришла сегодня сюда с удовольствием. Долго думал, стоит или нет прививаться от ковида и Алексей Ильин. Молодой человек аллергик, но как выяснилось, это не является противопоказанием для прохождения иммунизации. Я сегодня был в поликлинике, в большей очереди, брать карточку и так далее. Вот там пока времени не так много свободного, поэтому проще было сюда прийти. До этого, потому что было жесткие медотводы, у кого было в анамнезе тяжелые аллергические реакции. Потом я почесал ученых и врачей толковых. Там четко прописано, что только если у тебя есть аллергия именно на прививки, либо какие-то компоненты лекарства. Все остальное это полная ерунда. Если кто-то там на эпителе животных или на пищевая аллергия, это все не работает. Это так все медотводы. Поэтому определенные испытания прошли, понимание было, поэтому можно смело мне делать. В настоящее время под защитой спутника ВИ уже более 38 тысяч жителей республики. Порядка 21 тысячи закончили полный курс вакцинации. Осложнений препарат гам-ковид-вак ни у кого не вызвал. Реакции – кратковременное повышение температуры, болевой синдром в области места укола, а зноб – это мелочи по сравнению с осложнениями, которые может спровоцировать ковид-19. Может общие реакции быть в течение двух дней. Температура может подниматься до 39, слабость, озноб может быть. Ну и местные реакции – гиперемия, отек, который в течение двух-трех дней все проходит. Значит, иммунитет работает, нарабатывает антитела. Итак, на этой неделе всех желающих привиться спутником ВИ ждут во дворце молодежи. В будни с 16 до 19 часов в субботу мобильный пункт будет работать с 11 утра до 5 часов вечера.